МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Толщина льда 55 сантиметров. Метеорологи сообщают, что условия для работ по его спуску в море пока неблагоприятные. Сказываются низкие ночные температуры воздуха. Между тем, за минувшие выходные в Архангельске выпала треть месячной нормы осадков. Коммунальщики вывезли с дорог более тысячи кубометров снега. Впрочем, убран он не везде, а значит, многое этой весной вновь будет зависеть от работы ливневой канализации. А ту тему сегодня обсудили на еженедельной планерке в администрации Архангельска. Работы по прочистке ливневки в местах возможного подтопления ведутся в усиленном режиме. Для их предотвращения промыто 440 метров канализации. Закрыли за неделю 8 колодцев. С начала года закрыли 128 колодцев. Из крупного поменяли две задвижки. Одну в Маймаксе 400 и 500 на выходе из дюкерного перехода через реку Чихар-Салон. Готовится Архангельская к ледоходу. На островах создан нормативный запас топлива. Социальные учреждения, магазины и медпункты обеспечены всем необходимым. Городские власти продолжают борьбу с несанкционированными свалками. Работа проводится совместно с региональным управлением Росприроднадзора. По состоянию на сегодняшний день в территориальных округах обнаружено и ликвидировано более 40 метров. Мест несанкционированного размещения отходов вывезено на городской полигон. Более 255 метров публических таких отходов. Проведен осмотр водоохранных зон на предмет выявления несанкционированных свалок и заполнений. Говорили на совещании о пассажирском транспорте. Продолжается оснащение архангельских автобусов валидаторами. Из 400 автобусов, выходящих на линии, спецустройствами уже оборудовано 282 машины. Создание Двинско-Пинежского заказника стало главной темой встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова с представителями организации WWF. Предварительный проект новой природоохранной территории уже получил положительное заключение экологической экспертизы. Но с оговорками необходимо выровнять баланс интересов. Беспокойство вызывает уход предприятий ЛПК из районов области. А это повлечет за собой сокращение рабочих мест и налоговых поступлений в местные бюджеты. Это фактически старовозрастные, малонарушенные, ценные леса. Вот надо ли их рубить или надо ли их оставить для того, чтобы люди могли там по-прежнему использовать не древесные продукты леса, не знаю, грибы, ягоды, мёд, туризм и так далее, а концентрировать именно производство и вырубку леса в тех территориях, которые уже освоены. Необходимо учесть позицию арендаторов, который расположен на территории проектированного заказника и местных жителей, поэтому сегодня есть конкретный план действий. В ближайшее время в регионе пройдет круглый стол, за которым соберутся все заинтересованные в проекте стороны – местные жители, власти и арендаторы лесов. Только после диалога в проект заповедника будут внесены соответствующие корректировки. В Архангельской области идет подготовка к летнему сезону. Один из приоритетов – обеспечить безопасность отдыха северян у воды и тем более не допустить купания в неразрешенных местах, особенно детей. У всех еще свежа в памяти трагедия, которая произошла летом прошлого года в детском лагере на Сямозере в Карелии. Тогда из-за беспечности взрослых и несоблюдения требований техники безопасности на воде погибли 14 школьников. Это стало одной из причин проекта подготовки матросов спасательных станций на водных объектах. Обучающийся получает весь комплекс необходимых знаний и навыков, которые поможет ему в последующем выполнять свои функции или обязанности по обеспечению безопасности, в первую очередь, наших детей. В обучении принимают участие представители всех муниципальных образований области. Программа рассчитана на 120 часов. Матросы-спасатели будут работать в детских лагерях и санаториях. Мы зачастую выходим в шлюпочные походы на море, на водных объектов. И прохождение этих курсов, я думаю, очень поможет в дальнейшем при нахождении на воде. За три недели обучения спасатели ознакомятся с тактикой спасения на воде, пройдут психологическую подготовку и научатся работать с оборудованием, а также оказывать первую медицинскую помощь. Сегодня мы отрабатываем непосредственно в майне, прорубь, северная длина. Ну и отрабатываем спасение с помощью конца Александрова, спасательного круга. И по нескольку с подручными средствами, и уже сами непосредственно друг друга. По окончании курсов матросы-спасатели станут настоящими профессионалами своего дела, которые всегда смогут вовремя прийти на помощь. К другим темам в поселке Турдеево появится новый детский сад. Его строительство будет профинансировано из областного и городского бюджетов. Проектная документация разработана. Теперь главное – успешно провести аукцион и найти ответственного подрядчика. На месте будущего детсада побывал глава Архангельска Игорь Годзиш. Проект оценивается в 70 миллионов рублей. Детсад рассчитан на 60 мест. Аукцион по выбору подрядчика состоится 21 апреля. Сегодня процесс запущен. Надеюсь, что придут достаточно грамотные подрядчики. По крайней мере, при подготовке конкурсной документации постарались учесть все аспекты, чтобы у нас там не появилось странных компаний в этом проекте. Напомним, что работа действующего детского учреждения в Турдеево была приостановлена в ноябре 2015 года. Сейчас малыши посещают детсад на лесной речке. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отчитался о доходах за минувший год. Общая сумма составила 3 миллиона 697 тысяч рублей. По сравнению с 2015 годом, размер доходов главы региона снизился на 30%. Согласно декларации, губернатор владеет домом площадью 103 квадратных метра и участком в 8 соток на праве долевой собственности. Ездит глава региона на автомобиле Mercedes-Benz с 2010 года выпуска. Вся недвижимость, принадлежащая семье Игоря Орлова, находится на территории России. В Архангельске побывали трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. Прославленные спортсмены приехали в столицу Поморья в рамках проекта «Детский спорт». Он направлен на организацию досуга школьников в неурочное время и включает организацию спортклубов, поддержку тренеров, ремонт спортзалов в сельских образовательных учреждениях. Почетные гости посетили 12-ю школу областной столицы. Минувшим летом в спортзале полностью поменяли полы, установили новое освещение и спортивное оборудование. На эти цели школа получила около двух миллионов рублей. Сегодня в зале проходят не только уроки физкультуры, но и занятия школьного спортивного клуба «Полет». Хочется пожелать вам хороших результатов, чтобы у вас все время было интересно в этом зале. Не только на уроках, но и на тренировках, и чтобы клуб ваш процветал. В рамках визита также было подписано соглашение о сотрудничестве между Архангельской областью и Всероссийской федерацией школьного спорта. Стали известны подробности программы празднования Дня Победы в Архангельске. По традиции, 9 мая все начнется с возложения цветов к памятникам на набережной Северной Длины. В 12 часов на площади мира начнется митинг «Во имя мира помни о войне». Одним из центральных событий празднования станет шествие бессмертного полка. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч северян. Праздник продолжится народным гулянием, исполнением песен военных лет на различных концертных площадках, полевой кухне и выставкой оружия. Завершит праздник праздничный салют. Итоги дня подведем в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...